Зелёные километры набирают обороты. Аллея трёх конфессий появилась в Духовном Центре имени Пророка Исы, Мир Ему. В Яндекс.Лицей Дагестане современные технологии становятся ближе и доступнее. Рекордная свадьба. В Дербенте прошла самая масштабная и многонациональная церемония бракосочетания за всю историю города. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. В рамках межрелигиозного форума, прошедшего в Дагестане на неделе, представители трёх основных мировых религий посадили деревья на Аллее Трёх Конфессий в Духовном Центре имени Пророка Исы, Мир Ему. Всего к акции «Зелёные километры» присоединились 400 человек. Это участники форума, представители власти и духовные лидеры. Съёмочная бригада ННТ стала свидетелем масштабного мероприятия. Все подробности в нашем сюжете. Мусульмане, иудеи и православные, лидеры трёх мировых религий республики и участники межрелигиозного форума посадили деревья на территории Духовного Центра имени Пророка Иса, Мир Ему. Все место в этом же есть. И красота, и сила, и богатство нашей Родины. И то, что Владимир Абдулевич Васильев начал, доброе дело, «Зелёные километры». Мы тогда думали, это где-то, наверное, через месяц закончится. Оказывается, это бесконечный был, этот километр зелёный. Видите, продолжается. Мы можем многое преодолеть, мы можем многое достигнуть. И именно к этому и сегодняшняя акция, она и приурочена, чтобы мы, озеленяя город, давая ему жизнь, сами внутренне омолаживались, сами внутренне становились чище и в мире согласия творили много-много добрых дел. Хотелось бы, чтобы таких акций было побольше, и молодёжь приурачивалась побольше к таким акциям. Чтобы понимали, знали, что ни одним днём мы живём, ни сегодня, так завтра всё равно это ещё будет и будет продолжаться. Поддержать экологическую акцию и показать добрый пример молодёжи приехали также представители власти республики. Это только первый шаг. За любым делом надо ухаживать. Поэтому я призываю всех, кто здесь, мы должны сохранить эти деревья, чтобы они выросли. Их надо поливать, ухаживать за ними. Я уверен, что в этом году у нас тоже ряд муниципалитетов продолжил эту акцию и на следующую весну, и на следующую осень. То есть, на самом деле, этот процесс будет бесконечным, пока у нас зелёные лёгкие Дагестана не наполнятся связь и силы. Данное место получит большое притяжение и людей, которые приезжают в Дагестан, в столицу. И я надеюсь, что они, после того, как эти деревья сегодня нами посажены, разрастутся, смогут сидеть в тени этих деревьев и размышлять о духовном, о нравственном. Строительство духовного центра ещё не завершено, но уже сейчас он объединяет практически всю республику. Участники форума – студенты и общественники. 400 человек посадили около 200 саженцев сосны и берёзы. Было очень приятно сажать вместе с представителями православной и мусульманской общины. Мне удалось даже два дерева посадить, берёзку и сосну. Дай бог, они вырастут. И, не знаю, удастся через несколько лет приехать сюда и посмотреть на построенный, открывшийся центр, и посмотреть на деревья, в посадке которых я участвовал. Аллея трёх конфессий – это ещё один шаг по укреплению мира и согласия между представителями трёх мировых религий. В Дагестане никогда не было межконфессиональных конфликтов, и это уникальная аллея тому подтверждения. Прийти сюда отдохнуть сможет любой желающий, независимо от вероисповедания, национальности и цвета кожи. Хамзан Румагамидов, Салмаги Тихмайев, телеканал ННТ, Махачкала. А сам международный межрелигиозный молодёжный форум, ставший уже шестым по счёту, прошёл на базе санатория «Каспий». В нём приняли участие 150 молодых людей от 18 до 24 лет. Об организаторах форума и о том, какие цели и задачи они ставят перед собой. В материале Хамзан Румагамедова. Бабо Женжефис и Хайлу Саламон православные. Приехали из Африки учиться в Махачкале на форуме впервые. Признаются, в их стороне такие мероприятия не проводятся. Много религий чувствуют. Поэтому нам нужно быть вместе и думать, как быть хорошо для Бога. Это что я думаю. Арусан Альканаев – представитель иудейской общины. По его словам, такие площадки помогают ближе узнать другую религию и разрушить сложившиеся стереотипы. Все стали более дружелюбными. И вот действительно форум в какой-то степени укрепляет реально междунациональные отношения. Встречи с экспертами, тренинги и мастер-классы. Помимо этого участников ждут спортивные и интерактивные игры, а также поездка в Деребент. Особенностью этого форума является то, что каждый год на этот форум приезжают все более новые и новые молодые ребята. И каждый из этих ребят знакомится друг с другом, узнают, так скажем, познают религию тех, кто находится рядом с ними. На торжественном открытии выступили представители власти, народного собрания и духовные лидеры трех конфессий. Все в один голос отмечают – религия несет обществу только добро. И если бы не было и храмов, и мечетей, и людей, которые призывают к религии, призывают к взаимному уважению, ну, я думаю, такой спокойной жизни бы у нас не было, ну, крайне мере, в Дагестане, можно сказать. Организаторами форума выступили Минаст Республики, Муфтиат, Махачкалинские парки и Совет Иудейских общин. В этом году он проходит санаторий Каспии, где для участников созданы все необходимые условия. Шесть дней форума и 150 участников, которые пройдут образовательную программу на берегу Каспийского моря. Организаторы делают все, чтобы мир и согласие между конфессиями никогда не был нарушен. В Махачкале реконструируют парк 50-летие октября. Центральную часть парка частично отремонтировали в прошлом году. В этом будет приведена в порядок входная группа, заменено плиточное покрытие, также установят лавочки и фонари, отремонтируют фонтан. Отметим, что эти работы проводятся в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В Махачкале открылся Яндекс.Лицей. Там будут организованы бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программированию. Таких ребят уже немало, и теперь у них есть площадка для реализации своих идей. Уникальную школу для будущих IT-специалистов презентовали в научной библиотеке ДГУ. На открытие приехал глава Минкомсвязи России Константин Носков. С места событий – наши корреспонденты. Киноп Гахик Буга, Рагули Буга, Яндекс.Лицей. А, конечно, у него все хорошо. Вот так первый в России робот-аварец по имени Мартин встречает и даже провожает почетных гостей к площадке Яндекс.Лицей. Это уникальная и бесплатная школа, где ученики 8-9 класса осваивают программирование и работают над учебными проектами. Изначально проект задумывался как дистанционное обучение для ребят, которые находятся в отдаленных точках России. Но он быстро приобрел популярность. Сегодня площадки Яндекс.Лицей есть в более 100 городах страны. Яндекс.Лицей – это такой проект, который позволяет школьникам, будучи школьниками, фактически получить профессию. По окончании двухлетнего обучения, успешно завершившее обучение, школьники будут обладать профессией разработчика, младшего разработчика. Будет достаточно знаний и навыков. Мы придумали такой проект, который мы делаем для всей страны. Придумали 4 года назад, думали, что это фантазия. Открылись в 4 небольших городах. Совершенно специально открывались в небольших городах, потому что делали это не для столицы. Делали это, чтобы было доступно в любом удаленном городе. Старт обучению дан на старцы и ученики. Их здесь 15 человек. Это одаренные ребята, которые прежде чем попасть в число участников образовательного проекта, прошли строгий отбор. Эта площадка станет реализация моих творческих идей. Думаю, в дальнейшем курсы программирования помогут мне. Конечно, хотелось бы стать именно IT-специалистом, создавать то, что еще никогда не было, что-то новое для помощи другим. Программа идет 2 года. А 2 года это получается очень продолжительный срок. Обычно опыт предыдущих лет во время курсов через полгода уже 30% детей отсеивается. А через 2 года получается, что там практически не останется детей. И поэтому необходимо было проверить как их знания, так и усидчивость, заинтересованность в этой теме. Всего в республике запущено 4 группы Яндекс.Лицея. Планируется, что к 2020 году количество площадок увеличится до 8. Расширится и география проекта. Точки Яндекс.Лицея появятся и в Хасавьюрте, Каспийске, Дербенте и Буйнацке. Глава Минкомсвязи России Константин Носков отметил высокую активность дагестанских ребят в этом направлении и пожелал им успеха в обучении. После официальной части открытия также было подписано соглашение о создании на базе ДГУ профильной кафедры. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Более 340 тысяч учебников по родным языкам закупили в республике за два года. Об этом стало известно в ходе круглого стола по вопросам сохранения родных языков. В его работе принял участие замминистра посвящения России Виктор Басюк. Последнюю партию учебников по родным языкам в Дагестане выпустили пять лет назад. В прошлом году было закуплено 155 тысяч учебных пособий на восьми языках. Учебные пособия уже направлены в начальные классы школ. Кроме того, в последние годы более двух тысяч учителей повысили свою квалификацию на специальных курсах. Участники встречи обсудили ситуацию и статус каждого языка, изучаемого в регионе. Свадьба всегда большое событие. Но торжество, которое прошло в субботу в Дербенте, затмило даже церемонии бракосочетания знаменитых олигархов. Там прошла самая большая и многонациональная свадьба, установившая сразу два мировых рекорда. 30 пар представителей 16 дагестанских народностей связали себя узами брака. Все подробности у Патимат Ханаповой. Около 30 пар 16 национальностей в один день в одно и то же время воссоединили судьбы. Посмотреть на это пришли более 10 тысяч гостей. Такой большой и многонациональной свадьбы в мире еще не было. Поэтому она и войдет в книгу Гиннеса сразу по двум рекордам. И вот торжество начинается, и молодожены исполняют свой праздничный танец. Ну и как же дагестанская свадьба без кражи жениха? Только вот украли его вместе с невестой. Пару искали все. И наконец их находят на большом воздушном шаре. Сейчас должны быть уже точно громкие аплодисменты. Потому что действительно там пара! Браво! Я думаю, что эта пара родит нам космонавтов! Вот куда я их запляжал! Среди молодоженов, помимо представителей основных дагестанских национальностей, есть и иностранцы. Анна Антонова встретилась со своим супругом Сун Лидун в Китае. Там девушка проходила трехмесячную рабочую практику. И я узнала про это событие. И я чуть не сошла с ума от радости, потому что я так и так собиралась выйти замуж. А принять участие в каком-то мероприятии, которое войдет в Книгу рекордов Гиннеса, да еще и самое многонациональное, это большая честь для меня. И я сразу сделал все возможное. Прикласил своего мужа, чтобы расписаться скорее. Каждый раз, когда мы общаемся, открываются новые грани, неизведанные другой страны. И мне кажется, каждый день с ним общаться это очень интересно. Он рассказывает про свои традиции, я про свои, когда-то это не совпадает, и это очень интересно. А вот у семи дадашевых классическая история дагестанской любви. Встретили они друг друга на свадьбе друзей. Она азербайджанка, он табасаранец. Разные национальности не стали помехой для влюбленных. Не знаю, видная девочка была, увидел, понравилось. Дальше начал писать, и так все закрутилось. Потом решили жениться. А у Дербенте будет жить? Да, мы пока в Дербенте проживаем. Хоть я и живу в Московской области, до этого жил, а сейчас здесь. Среди пар есть семья, которая празднует и 60 лет совместной жизни. Это Гаджимурат Курбанов и его супруга Айша. Они решили поддержать родной Дербент и отметить бриллиантовый юбилей. Мы друг друга понимали, мы друг друга уважали. Очень хорошо были мы в молодости. Вырастили прекрасно семеро детей, дали им образование. На праздничном украшенном стадионе на рынке Алла собрались люди со всех концов. Из разных городов и сел не только Дагестана, но и России. Очень хорошо, мы не ожидали, что прям будет так круто. 15-я школа пришла поддержать и весь город. Приехала с города Избирбар. Очень приятно. Мои нервы спокойны. Я успокоиться сюда приехала. Мы всех поздравляем, всех присутствующих этих молодых пар, которые соединяют свои сердца. Всем 100 лет без капитального ремонта желаем побольше таких массовых мероприятий. Очередным сюрпризом для зрителей стало выступление ансамбля «Лезгинка». Красочное представление профессиональных танцоров покорило гостей свадьбы. И вот, как и планировалось, эта большая дагестанская свадьба установила сразу два рекорда. Как самая многонациональная и как самая большая по числу гостей. Для объективной и независимой оценки была создана специальная комиссия. Ее решение с замиранием сердца ждали все. Я с удовольствием объявляю о том, что при свидетелях, в 10 382 свидетелях, были установлены сразу два национальных рекорда. Самая многонациональная свадьба с участием представителей 16 разных национальностей. Я поздравляю вас! Так Дербент оставил свой след в книге рекордов Гиннеса и прославился за пределами Дагестана и России. Грандиозный и уникальный праздник завершился масштабным фейерверком. Россия! Россия! Свободная в Европе! Россия! Россия! По тематам Анапова, Мусас Алгиреев, новости ННТ, Дербент. В Дахадаевском районе открыли автодорогу Кубачи-Калакарейш протяженностью почти 10 километров. Благодаря этому расстояние между селами Кубачи и Маджолиз сократилось на 35 километров. Открытие новой дороги позволит теперь намного быстрее добираться из населенных пунктов Дахадаевского района к селу Кубачи и обеспечит кратчайший выход к автодороге Леваши-Акушаур-Карах-Маджолизма-Медкала. Кроме того, дорога позволит обеспечить транспортную связь с селением Калакарейш для совершения паломничества к святым местам. В Каякенском районе начались всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок Российской Ассоциации Героев. На аэродроме в Новокаякенте собрались около сотни спортсменов из разных уголков мира. Соревнования в республике проходят уже во второй раз. За мастерами небесных прыжков наблюдала моя коллега Зумруд Гамидова. С самого утра соревнования находились под угрозой отмены. Обрушившийся дождь и сильный ветер поначалу не позволяли выполнять парашютные прыжки. Но капризы природы не испугали смелых спортсменов. В кабине самолета проверяют экипировку, инструктор дает последние указания. Набрав нужную высоту, один за другим они прыгают с высоты почти два километра. Даже если ты мастер спорта, а твой прыжок тысячный по счету, эмоции все равно будут зашкаливать. Ну и эйфория, почему? Конечно, ты всегда получаешь удовольствие от любого прыжка. В состоянии эйфории небо это всегда прекрасно. И всем советуем заниматься этим видом спорта. Он довольно безопасен, поэтому welcome, все к нам. Спортсмены в прямом смысле гуляют по ветру, пытаясь найти с ним общий язык на высоте. Только 10 секунд свободного падения, а дальше профессиональная работа. Здесь мало приземлиться, нужно это сделать максимально точно. План прыжка строится изначально на земле, а в воздухе просто придерживаешься этого плана, говорит Сергей Серегин. За его спиной уже более двух тысяч прыжков. Ощущения новичка уже прошли, уже страха как такового нет. Всегда думаем о задании, что нам судьи дали на этот прыжок, какое задание выполнить, думаем о нем. О страхе думать некогда. Залог успеха, по словам спортсменов, в годы тренировок. Впрочем, Дагестан располагает всеми условиями для развития парашютного спорта. Эти соревнования нас обязывают подойти от оборудования этого аэродрома уже с профессиональной точки зрения. Здесь инфраструктура нужна соответствующая. Но всем этим будем заниматься. Интерес у парашютистов не только России, но и международного уровня очень высокий. Я думаю, что здесь будет развиваться парашютный спорт. Герой афганской войны Александр Салуянов, тот самый ботяня Камбат из одноименной песни группы Любе. Именно его выдающиеся подвиги легли в основу этой всеми известной песни. Два с половиной года он командовал воздушно-десантным батальоном в Афганистане. О нелегкой и опасной службе знает не понаслышке. Значимость этих соревнований очень большая. Мы надеемся, что еще в следующем году, год юбилейный, мы повысим статус соревнований до международных и выполним свою задачу. Одна из задач – это повысить имидж и авторитет республики. Потому что здесь каждый носитель информации. Пусть он приедет и расскажет, что из себя представляет республика Дагестан. Помимо экстрима, здесь же для гостей и участников соревнований были организованы шатры с угощениями и национальные майданы. Разбор полетов будет 1 октября. Здесь подведут итоги и назовут лучших из лучших. Впрочем, сами спортсмены говорят, свою главную награду на этих соревнованиях они уже получили – головокружительный полет над Дагестаном. 55 лет исполнилось республиканской станции переливания крови. На юбилеи собрались ведущие специалисты и представители службы крови из 16 регионов. За годы работы в учреждении внедрено множество новых методов заготовки и переработки донорской крови, что позволило спасти множество жизней и поправить здоровье тысячам пациентов. Несомненно, служба крови не развеется связан с донорами. Которые в любое время дня и ночи, которые отдают чертицу своей крови для спасения жизни. По достоинству нужно оценить и самопережный труд медицинских работников в лодке крови, который особо значимо появляется в чрезвычайных ситуациях во время ликвидации последствий террористических актов. Дети болеют везде. То если мы не будем привлекать в российский регистр людей, проживающих на этой территории, то и шансы подобрать для пациентов, которые здесь появляются, совместимых доноров, они ничтожны. Чем больше локальный регистр, сформированный на конкретной территории, тем больше шанс подобрать конкретного пациента, совместимого донора. В субботу вся страна отметила День учителя. С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил глава республики Владимир Васильев. В тексте поздравления, в частности, отмечается, что знания, опыт и любовь учителей, прорастая в делах учеников, будут способствовать эффективному решению задачи роста благосостояния народа и служить процветанию Дагестана. Героиня нашего следующего сюжета, Надежда Фролова, приехала из Тверской области в Цумадинский район Дагестана. Она преподает английский язык в школе, расположенной высоко в горах, что подвигло русскую женщину сменить веру, имя и образ жизни. Ответы на эти вопросы знает наш корреспондент Хадижа Курбанова. С чувством, с толком, с расстановкой. Так проходит каждый урок английского языка в классе Агвалинской гимназии. Надежда Фролова здесь всего месяц, но уже успела привить детям любовь к себе и к своему предмету. Имя каждого ученика она знает наизусть, а уроки проводит в игровой форме. Считает, что так дети лучше усваивают информацию. Хорошо объясняет английский язык. На каждом уроке мы делаем зарядку, гимнастику. По-моему, она самая лучшая ученица английского языка. Что именно тебе нравится в ходе урока? Она очень хорошо объясняет английский язык. Мы все понимаем. Мы узнали новые слова, предложения, тексты и так далее. Переехать из далекой Твери в Дагестан ее побудила любовь к нашей республике. Летом Надежда Фролова побывала в Цумадинском районе и осталась под большим впечатлением от красивого вида горы и добродушного приема местных жителей. До этого в республике она не была и знала лишь о том, что это родина Хабиба Нурмагомедова и Расула Гамзатова. Музыка такая есть. И не морякона, а одинокий пастух. Мне она всегда нравилась. Мне так приставалось, что я в горах. Почему-то еще читала Расула Гамзатова. Как бы изначально, конечно, летом я поехала просто посмотреть. Не то, что прямо сразу переехать. Меня так гостеприимно встретили и Министерство образования летом. Как бы я просто вообще пообщалась с местными жителями. Познакомилась. И с Абдулманапом Нурмагомедовым познакомилась. Поработала у него в лагере спортсменов. Как-то посмотрела на жизнь в Дагестане. Мне захотелось даже переехать. Надежда временно остановилась вместе с сыном в местной школе-интернат. Она вошла в программу «Земский учитель». А значит, скоро у нее будет возможность приобрести жилплощадь в селе. Почти каждый день у нее по шесть уроков. Плюс классное руководство, а в планах открыть кружок французского языка. Коллектив принял новую коллегу добродушно. Ведь хорошего учителя английского языка здесь не хватало долгое время. В последнее время учителя английского языка ушли по возрасту, по болезни. Поэтому появилась такая вакансия. А так здесь вакансия дефицит бывает. Она приехала в новое место. Здесь менталитет новый. Люди разные. Поэтому, конечно, без мелких проблем, мелких этих вещей не бывает. Свободное от работы время Надежда изучает окрестности. Здесь все для нее ново и любопытно. Поэтому при малейшей возможности женщина старается пройтись по горной территории. Свободного времени у меня очень мало. Потому что все-таки много новой, незнакомой работы. Но когда я отдыхаю, я стараюсь выйти на природу. Потому что здесь удивительная действительно природа. Как в Швейцарии, даже лучше. И вот когда я вижу вот такую горную речку, такие горы. Воздух. Потому что как-то здесь я заряжаюсь энергией. Я считаю, что здесь вообще Дагестан – это такое место силы. Так, высоко в горах и вдали от Родины, но нисколько не чувствуя себя одинокой, Надежда готова жить еще долго. Ведь главное для женщины – душевный комфорт и спокойствие. И именно здесь она это обрела. Хадижа Крубанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. Цумадинский район. Очень классно. Быстрее, выше, сильнее. В эти выходные в Каспийске прошли шестые кавказские игры среди юношей. На призе олимпийского чемпиона по боксу Гайдербека Гайдербекова. Фестиваль народных видов спорта собрал около 200 школьников. Курбан Рагимов побывал на месте и узнал, какая из 15 команд стала в итоге обладателем кубка. Праздник силы, ловкости и командного духа. Площадка новой 12-й школы Каспийска в этот день стала ареной настоящих спортивных баталий. Проверку физподготовки около 200 участников проходили в семи дисциплинах. В основном это народные виды спорта. Олимпийский чемпион Гайдербек Гайдербеков уверен, что такой формат напомнит подрастающему поколению о традициях предков. Это массовый спорт, это очень важно, чтобы наши дети по разным видам спорта выступали. Мне понравились вот эти кавказские игры, которые проходят по взрослым. И вот эта идея появилась, когда впервые в Дагестане провели вот эти кавказские игры. Это наши традиционные как бы, да, дагестанские, кавказские соревнования. Поэтому, чтобы наши дети не забывали наши традиции, то, что наши предки любили, это, я думаю, что для них это какое-то напоминание будет. Преемственность поколений и уважение к старшим игры призваны не только определить сильнейшую команду. Для организаторов и гостей важна воспитательная составляющая. Об этом говорили на официальном открытии. С приветствием к участникам обратились представители Минспорта, Муфтията и общественные деятели. Мы всегда за здоровую молодежь, чтобы наше подрастающее поколение выросло в здоровом спортивном духе, чтобы они были патриотами нашей страны. Также немаловажную роль играет и в многих местах наш Муфти подчеркивал, чтобы мы были также как в спорте чемпионами, чтобы показали во всей стране наше чемпионство в благом нраве. Первое золото кавказских игр отправилось в Буйнакск. В забеге на 800 метров не нашлось равных ученику кадетской морской школы Шамсудину Магомедову. Он вышел в лидеры с первых секунд, успел оторваться от соперников и не снижая скорости финишировал уже в гордом одиночестве. Мы сюда, конечно, выиграть пришли. Мы готовились. Мы, честно говоря, каждый день там вообще готовимся. Это суровые условия в школе. В этом году, если мы выиграем, мы в этом году третий раз пришли. Если мы выиграем в этот раз, то кубок нам остается. А так кубок временный на год дают. Если три раза подряд выиграют, то навсегда кубок дают. То есть три года подряд вы первый? Да. Ну, сейчас, если первый возьмем, то начало. А как идете сегодня? Сегодня вроде нормально. Я первый взял. Еще некоторые пацаны тоже взяли нормальные места. Наибольший азарт участники испытали во время перетягивания каната. Этот вид спорта стал кульминацией турнира. Здесь, как нигде, был важен командный дух. Сильнее всех вновь оказались кадеты. Так они сумели упрочить свое лидерство на шестых кавказских играх. Вслед за командой из Буинакска в общем зачете расположились Каспийские коллективы, школу номер 6 и 8 лицея соответственно. Все призеры получили свои комплекты награда, также удостоились денежных премий и подарков. В следующем году организаторы планируют вывести соревнования на республиканский уровень и провести их в Махачкале. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова